Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые, память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь, молите Бога о нас! Народ просит страшный и интересный случай из религиозной жизни. О, сейчас мы расскажем, как мы из просфоры бесов изгоняли. Тут меня угостила возле храма матушка просфорой. Эта матушка вернулась из паломничества. Она ездила к прозорливому старцу. Говорит, удивительный батюшка, очень добрый. Он молитвенник такой. И даже бесов изгоняет, и самоубийца отмаливает. А что за матушка? Что за матушка? Ты ее знаешь? Нет, не знаю, только что возле храма ее встретила. Блядь! Это чего? А что такое? Ну, гостила просфорой. А просфорая-то большая, кстати. Большая и очень красивая, безумно красивая. И столько частиц вынуто. Да. Ой, как вкусно. Так, ну что, надо разрезать. Какая вкуснотища. Ой, вкуснятина какая. А что это за ерунда такая какая-то тут красная? Откуда взялась? Как что-то вообще красная в ней светится-то? Странно. Да, ведь и свежая была, как ни странно, и все хорошо. Откуда? Фигурка. Ну, именно светится, я просто не пойму, у меня зрение плохое. Да, она, по-моему, светящаяся красная. Ну, как-то странно. Откуда? По-моему, на человечек с рогами похож. Слушай, так это бес в просфоре. Откуда бес? Это бес в просфоре. Ну, откуда он мог взяться в хорошей просфоре и вдруг без? Что за бред? Да, ну, надо перекрестить хотя бы. Да, забегал, забегал. Вероятно, действительно бес. Давай, где у нас ты псалом читаешься? И вот он даже вбегает. Всё, 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 вот, уже нет его. Ну, сейчас нет ничего. Вроде такая солидная просфора. В общем, мораль. Нельзя ничего брать у случайных людей. Это может очень плохо кончиться. Видно? Да. В общем, беса мы изгнали молитвой. Кто вам говорил? Чертель. Вчера я знал. Довильный ученик сатаны. Что с ним случилось? Говори, кто его победил и чем говорит? Не может. А-а-а! Это, это крики. Это ад. Ад кричит сейчас. Не берите карточки. Не берите номерок. Не берите геометрики паспорта. Вот здесь вы слышите звуки сатаны. Это свобода равенства братства. Вот эти невидимые духи принесли нам. Для всех православных христиан напоминаем, что бесы лучше всего изгоняются крестным знамением и девяностым псалмом. А сверхъестественные явления можно изобразить самыми разными способами. Например, беса мы изобразили с помощью лазерной указки. На этом мы прощаемся с вами. Подписывайтесь на канал Поточек. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Если поставили дизлайк, напишите, за что дизлайк. Будем работать над ошибками. Спасибо за внимание. До свидания.